Александр Белый Родился в посёлке Айхал Мирнинского района Якутии. С 1978 года проживает в Казахстане. С медалью окончил 35-ю школу города Алматы. В 1990 году поступил в Алма-Атинский государственный университет имени Абая на факультет географии и экологии. Также с отличием окончил его. Кандидат географических наук, профессор Тарайгыров университета, ведущий национальный эксперт по низкоуглеродному развитию, энергоэффективности и охране окружающей среды с более чем 20-летним опытом. Автор и член команды по разработке мобильного приложения для расчёта углеродного следа с учётом условий и коэффициентов выбросов Казахстана, подготовленного к показу на Всемирной выставке Экспо-2017. Награждён юбилейной медалью «Экология» Министерства энергетики Республики Казахстан. С пяти лет коллекционирует масштабные модели машин. Первую подарила ему мама. Наша программа называется «Интервью против правил». Почему? Не потому что мы стараемся всё разрушить, а потому что мы хотим сделать новый формат интервью, где это будет не просто короткий вопрос и развернутый ответ. Десять секунд вопрос, десять минут ответ. А это больше будет диалог. То есть не монолог, а диалог. Дискуссия двух заинтересованных собеседников. Первый вопрос, Александр. У тебя не возникло желания всё бросить и податься в управдомы? Словами классика. Я объясню, что я имею в виду. Столько лет ты занимаешься зелёной темой. Столько лет ты, не щадя сил, здоровья и своих личных интересов, занимаешься реально, я это знаю, продвижением идей энергосбережения, энергоэффективности и реального подхода к уменьшению выбросов, к снижению затрат всех видов с точки зрения энергоресурсов. Ну и, по сути, улучшение качества жизни через улучшение качества экологии. На моей памяти мы с тобой знакомы уже там много больше, чем 10 лет. И создаётся впечатление, что чем больше мы занимаемся этим вопросом, тем больше растёт потребление энергии. И даже светодиоды нам не помогли, обратите внимание. Ведь когда их стали внедрять, сколько было эйфории, сколько было радостных эпитетов и возгласов, ну вот сейчас мы светодиоды везде внедрим, и тут-то всё позеленеет. Нет. Потребление растёт, Александр. Причём и в масштабе города Караганда, и в масштабе республики Казахстан, и в масштабе планеты Земля. С 2011 года по 2021 потребление первичных ресурсов возросло на 15%. И даже в год пандемийный потребление первичных ресурсов на планете Земля было больше, чем в 2011 году. То есть даже пандемия не привела к тому потреблению, которое было бы до 2011 года. Так вот, не возникает ли желания переквалифицироваться в управдомы, потому что оно какая-то безнадёга, как тот легендарный мифический герой Медуза. Чем больше ты отрубаешь голов, тем больше их вырастает. Вот что ты по этому скажешь? Ну, провокационный вопрос, Сергей. Или ты уже переквалифицировался в управдомы? Ну, сейчас я расскажу. Дело в том, что, как эксперт, я понимаю, что население растёт в целом планеты, как и в нашей стране, поэтому общее потребление возрастает. Мы делаем с вами всё возможное, конечно, да, и внедряем светодиоды, там, и АТП, и так далее. Но получается, что, как бы, мы общее потребление не снижаем. Надеюсь, что хотя бы удельное мы где-то смогли где-то сократить. Нет, мы посмотрели статистику, и удельное не падает, возрастает. Ну, во всяком случае, это сложный вопрос. Но, отвечая на конкретный ваш вопрос, хочется ли мне всё бросить и уйти в управдомы, в принципе, я и так всё время в своём доме управдом, можно так сказать. А, уходить уже больше некуда? Уходить больше некуда, да. Я хоть и не являюсь самым главным в нашем доме, у нас есть товарищ, который всё это, как бы, всем этим управляет, но я нахожусь в совете дома, который принимает решения, одобряет какие-то там мероприятия и так далее. И вот там я хоть и не занимаюсь напрямую тем, что я с вами занимаюсь, но я пытаюсь там что-то тоже продвинуть. И я вот анализировал свой дом, в отличие от соседнего даже дома, да, то у нас всё неплохо, надо сказать, да. То есть там, где ты внимательно относишься к этой теме и что-то делаешь, там ты добиваешься успеха. Система пока работает нормально, мы зато установили во всех подъездах светодиоды ещё в 2013 году, даже в 2009 году. При этом мы сделали свой разный энергосервис. Мы купили плафоны, да, и поставили их, и за год мы сэкономили эту же сумму. То есть мы вернули как бы на счёт нашего кооператива те деньги, которые израсходовали. У нас стоят датчики движения, у нас стоят доводчики в дверях, то есть это всё как бы такие обыденные вещи, которые работают. У нас нет АТП, да, но у нас дом не был приспособлен на это, и нам не хотелось это переделывать. Но зато мы сделали всё возможное, чтобы максимально из этого выжить то, что можно. И сейчас я вот сравниваю даже с домом напротив, который имеет АТП, имеет там сложную автоматику, сложное регулирование, но у них ничего не обслуживается. Вы сейчас выбиваете почву из-под тех компаний, которые продвигают это и говорят, что надо только АТП поставить, автоматизируемый тепловой пункт, балансировку, термостатику, прошу прощения за слонг технический. И тут у вас этого ничего нет, и вы платите меньше. Это потому что всё-таки порядок навели элементарный? Это порядок, да. Это порядок, это контроль, это чёткое следование графикам, указаниям. То есть если где-то что-то, то сантехник сразу же смотрит, дает заявку и так далее. Это можно, да. Но ещё, понимаете, Сергей, связано это, наверное, и с тем, что жители внимательно относятся к проблемам. То есть у нас есть ТАБУ на переделку, потому что нередко люди сами что-то делают. То есть нельзя батарею поменять. Да, выносят балкон, выставляют батарею. А как вы этот ТАБУ обеспечиваете? Вот появляется владелец квартиры новый, и плевать ему на ваш этот ТАБУ. А вы ему говорите, у нас ТАБУ. Он говорит, а у меня нет. Вот как вы воздействуете? Но ведь это одна из важнейших проблем взаимодействия внутри жилого дома, внутри кондоминиума, внутри КСК, как хотите называйте. Ну вот как вы этот вопрос решаете? Случай был связанный с переделкой кладовки. Значит, в подъезде сосед новый, он решил сделать кладовку себе. И убрал мусоропровод, который не используется, отпилил там-там и закрыл. А что, прям в мусоропроводе надо было делать кладовку удобно? Просто там заглушил бы и всё. Ну вот так он сделал, да. И получилось так, что, естественно, люди стали против, почему он, почему не я. Да, пальцев скидывали, что делали? Да, мы провели, так сказать, в подъезде, именно в одном подъезде. В одном подъезде такое совещание, собрание. Кто победил? Чемпион мира по боксу? Мы победили тем, что он сделал ремонт во всём подъезде за счёт своих. И мы жители простили это. Хотя кладовка у него осталась. Сейчас совет небольшой, но вы знаете новый закон о жилищных отношениях. Скажу, что знаю. Он даёт такое пожелание, требование делать советы. Сейчас мы в процессе становления нового совета. Я думаю, что когда совет будет, то это всё активизируется. Абсолютное большинство жителей Республики Кастан, городского населения, живут в многоквартирных жилых домах. И эта проблема важнейшая для государства – наведение порядка в ЖКХ и в многоквартирных жилых домах, повторюсь, в частности. Вот что ты посоветуешь? Как это правильно организовать? У нас были люди, которые инициировали это всё. Создали совет первый, в который я не входил. И только в 2009 году меня пригласили просто в этот совет, в наш дом, потому что узнали, что я работаю по этой теме. И я там предложил как раз заменить лампы за счёт оборачиваемости средств. То есть взять средства, купить лампы и потом вернуть эти средства за счёт тарифа на энергию. Потом у нас была предложена идея энергосбережения посильного, так сказать, была разработана стратегия. Там было два пути. Я написал первый путь – это максимально посмотреть, что у нас в тепловых узлах не так, где нет изоляции. Простые мероприятия, которые можно минимальным сделать. То есть не только трубу в зелёный цвет покрасить, скажем, что у нас зелёные дома, а всё-таки реальными вещами, но простыми заниматься. Да, да, да. Ну и, конечно, работы с жильцами. Потом у нас и листовки начались различные, и агитация за сбережения, за какие-то... И это тоже всё без тебя, листовки вот этого? Нет, это всё со мной, потому что это у меня было. Чувствуешь, что да. Это у меня было, да. Но с тех пор вот я как бы председатель этого совета дома. Потом совет какое-то время даже не работал, но то, что мы сделали, оно дало свои плоды и начало расти само. Вот скажи мне, пожалуйста, да, сейчас очень часто, я сейчас не про технику, не про энергосбережение, а другом. Очень часто возникает дискуссия у людей, размышления, да, что вот в принципе всегда нужно искать что-то лучшее, стремиться к чему-то лучшему. И это правильно, да, то есть человек всегда устремлён к тому, чтобы свою жизнь сделать качественнее, чтобы идти вперёд, чтобы было ежедневное улучшение его состояния. Это абсолютно нормально, это по сути является драйвером, да, нашим жизненным. Ну, то есть мы куда-то идём и стремимся идти к лучшему, от меньшего к большему и так далее. Вот. Есть такая пословица, да, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. А ты её как понимаешь? Ты её разделяешь? Ну, довольно сложный вопрос. Ну да. Даёте. Не-не, это нормально. Ну, наверное, человек всегда стремится там, где лучше и стремится жить в лучшем доме, работать на хорошей работе, получать хорошую зарплату, но не всегда получается. И есть определённые ограничения, например, связанные как с внешней ситуацией, так и с тобой самим. Если ты в каких-то вопросах, например, некомпетентен, ты не можешь претендовать на эту работу, к примеру, да. Если у тебя недостаточно средств, чтобы жить там в классе А, дом элит-класса, то ты не купишь там квартиру. Если ты... То есть тебе не хватает денег на хорошую машину, ездить на чуть похуже. Всегда есть атернатива, да. Ну, я, наверное, разделяю вот то, что вы сказали. Человек ищет там, где лучше, мы всегда стремимся найти что-то лучшее, но, наверное, это и хорошо, потому что нас это стимулирует к чему-то. И если мы не будем стремиться к лучшему, то мы просто будем уповать на том, что есть, и не двигаться дальше. То есть будет, например, регресс. Согласен. А есть ли какие-то, по твоему мнению, отлагательные условия, ограничения на те случаи, когда данная пословица уже или данный принцип жизненный уже не работает? И не совсем было бы корректно его применять вот в некоторых случаях? Ну, не знаю пока. То, что вы скажете, возможно, изменит мою точку зрения. Я думаю, что, наверное, люди поступают так всегда, они все время двигаются, что-то ищут. Абсолютно верно, с этим согласен. Ну, хорошо, расшифруют то, что мне кажется иногда не должно быть применительно к данному принципу. Но если, строго говоря, придерживаться этого принципа, то ты тогда будешь постоянно искать в сторону улучшения. И тот, кто с тобой рядом, допустим, он тебе надоел, и ты говоришь, вон там лучше, я пойду туда теперь. Или вот та страна, она богаче. А чего бы мне в ту сторону не приехать? Ведь там же лучше. И мне всегда напрягает немножко этот момент. Да, с одной стороны, этот принцип есть, ты только что об этом сказал. С другой стороны, получается, что ты готов отказаться от того, что у тебя есть, в угоду этому принципу. И вот тут начинается уже конфликт интересов. Все-таки, по моему мнению, в некоторых случаях нельзя этого принципа придерживаться, потому что это будет, а, допустим, элементарное предательство, б, лукавство в некотором смысле, потому что ты свое личное заинтересование, личное состояние стоишь выше каких-то общественных, семейных, других отношений. Потому что, строго говоря, тогда живут муж с женой, к примеру, да, и вот соседка красивее, она же лучше. Ну тогда соседка лучше, тогда ищу где лучше, рыба где глубже, а вот это лучше. Ты понимаешь, да, я сейчас такой метод крайних значений, да, может, так, чтобы было понятно, что я имею в виду. Вот твое мнение все-таки, в каких случаях этот принцип не работает, не должен работать, и до каких пределов этот принцип верный, а в каких случаях все-таки мы должны понимать, что это уже выход за грани, выход за допустимые пределы. Ну, конечно, есть определенные ограничения, когда вот вы сказали, там, соседка, например, или это. Я считаю, что... Ну, давай так, ну что, скажешь, что мы соседей обсуждали, да? Ясно. Ну, нет, ну, на самом деле, да. Некоторые страны меняют проживание, потому что там теплее. Да, да, да. Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос, и сейчас вот я вижу, что вот эта, как бы, внешняя ситуация, вот наше телевидение, наше вот... Да, 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 да. Вот веяние, которое сейчас в СМИ, они толкают людей к тому, что люди действительно все больше и больше придерживаются принципа «все». Потребительские. Потребительские, да. То, что касается предательства, то, что касается, там, предательства Родины, например, или предательства близких, это, конечно, вот крайности тех, которых этот принцип работать не должен. Все-таки и существует тогда. Существует, да. Здесь вы правы. А с другой стороны, вот как бы все внешнее, я еще раз повторю, окружение сейчас, оно склоняет человека все-таки думать, что, ну вот смотрите, ты на первом месте, то есть как тебе удобно. Вот, вот, вот. Ты так и действуешь, да. И особенно это касается вот места жительства, работы, карьеры и даже семьи иногда бывает так. И в некоторых случаях семьи даже. Даже вот те фильмы, сериалы, которые сейчас идут особенно, да, они, по сути дела, провоцируют человека к тому, чтобы... Отказ от семейных ценностей. Да, склонять его к этому, да. То есть на чашу весов ставится... Это печально. Это печально, конечно. Я, несмотря на то, что как бы во всем новом, но школьное образование мое еще в 80-х годах то. И там вот это, я сейчас вспоминаю, да, как вот нас учили, и то, что сейчас, да, вот как бы в окружении, это два противоположных, как бы, там честь, доблесть, достоинство и так далее. И сейчас это... Где глубже. Да. Да, понимаете, вот диссонанс. Так это, ну, я далек от мысли, что это в школе так преподает. Все-таки это окружающая действительность больше, да, то есть... В том числе. Нас подводят к тому, что надо всегда поиск лучшего, не оглядываясь ни на какие принципы, не оглядываясь ни на какие там морально-этические ограничения. Где глубже, там и лучше. Мое личное мнение, если возвращаться вот к этому вопросу и подытожить его, все-таки мы должны обращаться вглубь веков к мудрости предков, и очень много пословиц, на самом деле, у всех народов, которые говорят о том, что родина во главе угла, семья во главе угла, есть понятие честь, достоинство, есть понятие другие, которые сохраняют государство, сохраняют семью, сохраняют человека человеком делают, и не всегда принцип там, где глубже, там лучше работает. И мы должны вспомнить про это, наверное, про это проговаривать, да, получается, то есть, ну, там, допустим, там, где родился, там и пригодился, да, то есть всегда можно найти применение своему таланту, независимо от того, где ты родился, где ты живешь, всегда можно найти применение своим интересам, своим талантам, своей профессии, да, и своему образованию. Вот если мы про это будем проговаривать, в том числе и на телевидении, в том числе и в других средствах массовой информации, и показывать людей простого учителя, простого врача, простого инженера, который живет, работает, честно работает, отдает себя полностью своей профессии, и это является положительным примером, то, быть может, кто-то и захочет повторить этот пример, потому что сейчас, к сожалению, очень часто героями дня становятся те, кто не должны становиться ими по определению. Ну, здесь я соглашусь с вами на 100%. Спасибо. Тогда пойдем дальше, да, получается. Александр, смотри, ты работаешь в международных институтах. Перечисли, кстати, вот свою трудовую там деятельность. Трудовая книжка у тебя первая, учитель, как я понял, да? Потом я преподаватель УЗА, защитил диссертацию, стал работать вначале старшим преподавателем, потом доцентом, а сейчас я работаю профессором на кафедре. Вот, но между этими… Тоцент, профессор, это все про тебя. Да. Но, значит, между этими были, конечно, работа, как вы сказали, в международных организациях. Я работал в проектах программы развития, он уже упомянутый вами Европейского Союза, ТАСИС, значит, ЮНЕП и некоторых других. Вот. Ну, сейчас я работаю еще в одной организации, которая занимается вопросами декарбонизации, то есть парниковых газов. Организации международные включают в себя экспертов с различных стран, которые когда-то тоже работали в проектах. У нас есть коллеги из Европы, из Восточной, Западной Европы, из Центральной Азии, и даже есть коллеги, которые работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы объединились и создали такую вот компанию с центром в Европе, которая продвигает вопросы декарбонизации в наших странах. По сути дела, тот опыт, который мы накопили в проектах, пытаемся его уже на коммерческой основе теперь продвигать в наших странах. Это еще был не вопрос. Теперь вопрос. Вот скажи, ты работаешь в уважаемых международных организациях. Для того, чтобы туда устроиться, как туда вообще попасть? Ну, надо, конечно, прежде всего, сильно хотеть, чтобы что-то поменять в своей жизни. Можно все время работать в школе. То есть мы сейчас не на консультацию психолога? Да, это, в принципе, каждый сам решает. Просто так получилось, что в школе я работал определенное время, когда занимался своей диссертацией. Значит, я писал ее, пометуя о том, что я защищусь и буду работать где-то. А название диссертации помнишь? Конечно. Тема у меня climate change, это изменение климата, но я никуда не ушел. От парниковых газов, от тех же самых, от… То есть это все как бы… Очень короткое, емкое название. Все, все вокруг одной темы. Вообще международные организации, они приглашают на работу сотрудников исключительно по конкурсу. То есть я проходил конкурс на общих основаниях. Значит, естественно, что узнавая о том, что есть такие вакансии и… То есть это возможно, да? Соотнося свои требования, их требования со своими компетенциями, ты можешь претендовать совершенно свободно на эти позиции. То есть там открытость. Я еще раз хочу уточнить. Ты устроился в столь представительную международную организацию без блата. Исключительно по конкурсу. Абсолютно. Вот эти организации, там вот есть конкурс, и ты должен проходить по конкурсу. Я хочу, что нас услышали, это возможно. Конкурс там очень серьезный. Конкурс иногда занимает три месяца. То есть человек подает, и через три месяца только он узнает, прошел ли он или нет. Потому что там есть этапы разные. Там есть собеседование, там есть письменный тест, там есть интервью и так далее. Вот это. Ну, раньше немножко было побыстрее этот вопрос, сейчас это побольше. Как бы проектов больше стало, там политики поменялись и так далее. Но сейчас все по конкурсу. Не надо думать, что там вот есть какие-то дяди и тети, которые кого-то там подвигают и так далее. Решаются кулуарно, да? Да. Вот особенно международные организации, они обязаны идти вот этими стопами, открытости, конкурсности, потому что они тоже аудируются сверху. И если там будут какие-то обнаруженные нарушения, то, естественно, что это не будет хорошо. Продолжая вот эту вот тему про работу в международных организациях, скажи, чему можно у них поучиться? И второе. А что у нас лучше, чем у них? То есть мы же с тобой должны прекрасно понимать и осознавать, что не все, что у них, самое лучшее. Есть и те моменты, и те качества, и те наработки, и те ценности, которые и мы можем преподать как пример для применения. Уж будут они его там применять или нет, это их сторона, это их дело. Но все-таки по твоему мнению, что у них лучше и чему нужно учиться, а что мы должны сохранить у себя и даже наоборот показывать как пример для подражания? В общем. Ну, начну с того, чему можно поучиться. Однозначно можно поучиться организацию бизнес-процессов в этих организациях. То есть что я имею в виду? Вот любое какое-то действие, да, операционная работа, ежедневная, например, в части оплаты платежных поручений, скажем, найма персонала того же самого работы, отдела кадров и так далее. В международных организациях и в проектах это все прописано четко. То есть есть соответствующие инструкции. Эти инструкции формализованы настолько четко, что ты... Их крайне тяжело нарушить. Их крайне тяжело нарушить, да. И ты знаешь, пришел, тебе дали инструкцию, ты делаешь именно так и не фантазируешь. Это, наверное, плюс, потому что вот я сейчас даже анализирую работу, например, наших вот управляющих компаний, там, КСК и так далее. Конечно, очень многое не формализовано, да почти ничего не формализовано. И приходится выдумывать на ходу какие-то процессы. Сплошная импровизация, да. Импровизация. Может быть, с одной стороны, это и хорошо, то есть есть лавирование всегда, да, но скорее это плохо, потому что человек, который приходит на новое место, он не знает, как поступать. Вот второй вопрос у вас, он, конечно, более сложный для меня. Я слишком долго работал в международных проектах, и вот сейчас я вернулся опять к преподаванию, к работу в национальных, будем говорить, компаниях. И сейчас я пока еще не готов сравнивать, да, что было, что стало. То, что было тогда, вот, когда я уходил с университета в проекты, да, в проектах мне все нравилось вообще. То есть я не видел никаких негативных сторон, и особенно мне нравилась вот эта четкость. Сейчас я как бы вне этого процесса пока нахожусь, потому что я сейчас занимаюсь только содержанием. Меня пригласили вот почитать определенные курсы, я не вникаю в операционную работу университетов там и так далее. Мне сложно сказать, что у нас лучше. Наверное, может быть... Я не про бизнес-процессы только, да? Я понимаю, я понимаю. Ты сейчас бизнес-процесс вычленил из всего многообразия тем, и понятно, что, наверное, бизнес-процессы у них прописаны лучше, они продуманнее, да, и тому доказательства организации экономики как таковой. Кстати, по поводу инструкции. В советское время нещадно критиковали тех, кто придерживался только инструкции. И что интересно, западный мир взял на вооружение опыт Советского Союза, прописанные регламенты, инструкции, четко продуманное планирование. Сейчас индикативных планов развития Евросоюза на несколько порядков больше, чем было в Советском Союзе. И то есть то, за что нас критиковали, оказалось достижением тех, кто нас критиковал. В некоторых смыслах, в некоторых случаях инструкция это спасательный круг, это необходимое условие, чтобы существовал или работал тот или иной объект, субъект или предприятие. Допустим, аэропорт. Ну какая там импровизация? Там четко все по регламенту, да? Мы должны понимать, никакой импровизации, но в некоторых случаях мы должны понимать, что незашоренность, именно возможность посмотреть на проблему сверху, а не находиться внутри лабиринта, именно возможность дать оценку нестандартного подхода и применить этот нестандартный подход, когда есть четкая цель, куда идти, а степ-бай-степ не получается, и мы можем пойти кратким путем и достичь нужного результата. Вот это вот, по моему мнению, является нашей сильной стороной, пока еще. И если мы все-таки всех подгоним под процесс, мы можем потерять вот это наше преимущество, принимать нестандартное решение. Допустим, пример. Это, кстати, реальный пример. Когда больной обратился в больницу и, строго говоря, по инструкции, если бы действовали, он бы умер. По протоколу. По протоколу. А нужно действовать не по протоколу, нужно спасать жизнь. И доктор, который действовал по своему внутреннему убеждению, спас этого обратившегося, то есть этого поступившего больного, и потом получил наказание, потому что он действовал не по протоколу. То есть, обрати внимание, он спас жизнь и получил взыскание. И вот тут, понимаете, какая-то подмена понятий. Все-таки что важнее, протокол или результат? Вот в последнее время я, к сожалению, отмечаю, что действительно перевес в сторону инструкции идет. И вот это... Ты бы к какому доктору обратился в приемный покой? Ну, я сейчас обращаюсь к тому доктору, который знает и который может помочь. Не по протоколу? Не по протоколу, скорее всего, да. А сам топишь за протокол? Ну, да. Вот обрати внимание, противоречие, да? Да, здесь вы правы, конечно, да. Я вот, к сожалению, сейчас отмечаю, да, что действительно, как вы сказали, он не пошел по протоколу, он достиг результата, но его наказали. А его наказали. Потому что он не выполнил протокол. Но если бы он выполнил протокол, пациент бы умер. Да. А если бы, не дай бог, он действовал не по протоколу и пациент умер, но он действовал правильно с точки зрения профессионализма, это уголовное преследование. И вот где тогда должна быть мысль или целеполагание доктора? Все-таки спасать жизнь, как доктор-доктор, который давал клятву Диппократа, да, получается, или действовать по инструкции? Вот ты бы какому доктору пошел? Да, ну вы ставите такие вопросы, наверное, на которых пока нет ответа. Наши программы в основном такие. Да, пока. Но у меня нет ответа, да. Это вот сложный вопрос. Работа в международных компаниях, институтах, да, причем-то не коммерческие компании, а такие институты, которые являются глобальными. Развитие. Да, институты развития, да. Ну, наверное, многие бы имели возможность, а имели сначала желание, а потом получилось, когда возможность, когда она появилась, прошу прощения, уехали бы, наверное, из Казахстана. Ну, как-то общий тренд такой. Вот поработаю сейчас здесь, подучусь, заимею определенные компетенции. Это слово компетенция заменило, кстати, все, профессионализм, опыт и вообще все критерии, да, оценки сотрудника. И вот уеду куда-нибудь. А ты не уехал. Ты продолжаешь работать в Казахстане, честно работать, отдавая себя полностью своему любимому делу, географии во всех ее применениях и ипостасях. Я сейчас без иронии, да. А ты не уехал, потому что не захотел или потому что не взяли? Ну, действительно, как бы в моем окружении много людей, которые поработав уехали. Да, и даже друзей много. Я даже не знал, сколько, но я так предполагаю, что таких много. Много одноклассников, однокурсников, которые со мной учились, и потом я вижу, что они живут в других странах. Хороших странах, развитых странах. Знаете, здесь сложно сказать, что больше перевесило. Но, в принципе, я человек такой, я занимаюсь устойчивым развитием, я устойчивый. Я не люблю перемены, честно говоря. Сильные перемены не люблю. Поэтому, если я вот уже начал работать по этой теме, она мне интересна, как вы сказали, я по ней работаю, получаю знания, углубляю. Развиваешься, да? Развиваю, да. Я не уверен, что где-то мои знания могут так же пригодиться, как здесь. Потому что я развиваю знания в основном на местных каких-то примерах, местных особенностях, местной обстановке. Я прекрасно понимаю, что там совсем по-другому. Там заново надо будет всему этому учиться. Второе объяснение. Ну, в принципе, у меня вообще не было никогда такой мысли переехать, поработав, переехать. Те, кто переехал, тоже, наверное, сначала не было такой мысли, а потом она появляется почему-то. Ну, пока не было. Не было, да? Пока не было. Пока не было. Я надеюсь, что в ближайшее время не будет, потому что, в принципе, тот опыт, те знания, которые я получил, они все-таки нужны здесь. Как я правильно понимаю с твоего ответа, ты целиком и полностью можешь себя применить в нашей стране, в своей работе, в частности, да? И тебе это интересно. Тебе это устраивает. Не только тебя это устраивает. Тебе это нравится. И тебе не надо ничего искать, менять в своей жизни. В этом смысле понравилась фраза, которую я прочитал у Довлатова, когда он переехал в Америку. Но он был вынужден переехать, потому что он был под преследованием в советское время. И он сказал так, я не стал жить лучше, я не стал жить хуже. Я наши проблемы поменял на их проблемы. Ну, вот в том-то и дело. Поэтому везде есть проблемы. Везде есть плюсы, везде есть минусы. И менять что-то, ну, получишь больше плюсов или больше минусов. Но они все равно будут. Там же те же самые проблемы. Правда, он добавил. Их проблемы мне нравятся больше. Хорошо. Перейдем к следующим вопросам. Александр Белый. А сколько тебе лет было, когда «Бригада» вышла на экраны? О, кстати говоря, это очень такой интересный вопрос. Я хочу сказать, что я «Бригаду» никогда не смотрел. Да ну. Да, абсолютно ни одной серии. Вот честно. Вот честно говорю, да. После того, как все стали тебя называть Сашей Белый? Значит, получилось так, что вышла «Комсомольская правда». По-моему, это конец 90-х был, начало 2000-х годов. Вышла «Комсомольская правда». И я работал еще в университете. Мне приносят и говорят, на, смотри, тут твоя фамилия написана. Там именно Саша. Ну, он же Саша Белов вообще был. Ну, собственно, называли Саша Белый. А у меня фамилия Белый, да. Но не знаю. Ну, как это на мне сказалось, не знаю. Да, как на тебе это сказалось? Горишники, когда останавливали первые. Да, да. Они улыбались, но иногда отпускали, иногда не отпускали. Международные компании брали поэтому? Тогда я еще не работал. Нет, 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 абсолютно нет. Ну, кстати, сейчас фильм постепенно уходит, да. Уже некоторые тоже не видели этот фильм. Поэтому, особенно, когда говоришь, у меня, в принципе, легко запоминающаяся фамилия Саша Белый, они стоят и записывают. Я говорю, а вы не смотрели фильм? Нет, не смотрели. Какой фильм любимый тогда? Который ты смотришь не один раз. Нет, нету таких фильмов. Я как-то вот не привыкаю к какому-то. Я вот посмотрел, но посмотрел, проглотил. Хорошо. Какое оставил в памяти такое приятное, благоприятное впечатление? Ну, я люблю... Поучительное быть может. Ну, я люблю фантастику вообще, да. Ну, конечно, «Звездные войны» я смотрел много-много раз. Вот. Хотя они говорят... То, что ты сказал, что... Я не призываю вас смотреть этот фильм. Тогда про книги, вот тебе литература, да. Какой автор тебе больше нравится, да, от которого ты подчеркнул, опять же, быть может. Ну, Сергей, особенно читать в последнее время не приходится. Хорошо, раньше. Да, но вот раньше, конечно, читал. Я говорю про раньше. Я не думаю, что сейчас вот всех авторов вот только вчера буквально прочитал. Значит, опять же, это были какие-то фантастические романы, которые вот продавались особенно... Герберт Уэллс или кто? Да, что-то там по начале двухтысячных, да. Но потом как-то... Ну, верно. Кто? Как-то потом... Да, наверное, вот те авторы именно, которые вот на слуху... Ну, верно, я в детстве очень любил. Да. Ну, да, были в детстве тоже вот эти тома, которые стояли. Сейчас-то уже вот эта вот книжка, как электронная там книги туда скачиваешь, читаешь, но по-другому это воспринимается почему-то на этой книжке, да. Они не запоминаются. Да, я не могу. Они не запоминаются, да. Вот. Прочитал и забыл. А по теме, даже сейчас вот интервью у меня нет планшета. Да, я вижу, что нет. Я что-то писал. Удивительно. Вот вы бумагу, углеродный след. Да. Тут как посчитать. Одно сообщение – это одна киловатт секунды. Да, да. Такое бывает, да. Поэтому я еще раз говорю, что вот так особо, особо не могу я сказать, что, но то, что я прочитал, у меня оставило определенные впечатления. Но опять же, оно только для меня. Заключительный вопрос. Смотри, ты достаточно длительный период работал, давно уже начал работать, и длительный период работал в международных организациях, которые так или иначе продвигали зеленую тему, так или иначе продвигали идеи энергосбережения, причем рационального, разумного, а не бездумного, да, получается. А какой, по твоему мнению, вот в Казахстане такой интересный был самый проект, и насколько этот проект с точки зрения применимости, с точки зрения мультипликативности интересен и не только в Казахстане, а в других странах? Ну, все-таки, вот тот проект, который мы с вами начинали, я считаю его таким знаковым. Это первый проект по энергосбережению, который был в Казахстане реализован, он назывался «Устранение барьеров для повышения энергоэффективности коммунального теплоснабжения». Это проект, который дал начало многим другим инициативам, в том числе, вот, например, энергосервисным компаниям, которые мы с вами пытались создать в Караганде. Дело в том, что последующие проекты, они брали уже с этого проекта то начинание, которое было. Например, там были подготовлены впервые вот эти пилотные проекты сделаны, то же самое «Степной-4» в рамках этого проекта был сделан. Мы показали эти проекты правительственной комиссии, которая ездила по городам. Мне даже удалось выступить на заседании правительства, где меня выслушали, вот эти пилотные проекты мы презентовали прямо на заседании. Это был, по-моему, 2012 год. Насколько я помню, даже были изменения внесены в НТД по части требований к новым строящимся зданиям и реконструируемым. Да, да. И потом это дало толчок другим, более важным инициативам. Там потом СНИПы пересматривались, новыми пересматривались. Да, я про это говорю. Да, и другие в ключе. Затем пошли финансовые инструменты, потому что ЭСКО — это не столько технический, сколько финансовый инструмент. И вот это все дало толчок многим вот этим идеям. И сейчас я вижу, что дальше в других странах это только начинается. То есть они начинают с этого сейчас. Понимаете? То есть как бы мы продвинулись вот в этом портфеле далеко вперед. Я имею в виду среди стран СНГ. Я понимаю. Особенно вот наших стран, Центральной Азии здесь. И сейчас ко мне вот обращаются, чтобы проконсультировать вот по поводу... А мы это уже сделали, мы это знаем. И у нас это уже процесс пошел. И вот это очень отрадно, то, что... Ну, понимать, что у истоков вот это стояло именно там. И я к этому причастен. Это как бы... Я считаю, что это вообще было... Это греет, да, где-то здесь? Да, это греет. Это был, наверное, наиболее удачный проект. Наиболее удачный проект, поскольку это был один из первых проектов. Темой никто не занимался. Мы развивали ее первыми. Пионеры. Были пионерами. И очень приятно, когда многие эксперты при слове «эско» нас с вами вспоминают. Да. И это хорошо. Это белый полищук. Вот это хорошо. Эско-белый полищук. Понятно. Связка такая. Завершая наш диалог сегодняшний, Александр, а что бы ты пожелал нашему каналу, нашему городу, нашим жителям? Я не случайно беру интервью именно у тебя. Строго говоря, ты не житель Караганды. Да. Ты житель столицы, житель Астаны. Но в Караганде ты много работал, и формально ты уже немного карагандинец. Твои пожелания нашему городу, нашим жителям, и к чему мы должны, по твоему мнению, идти в нашем родном городе, для того, чтобы в том числе достигать тех целей и тех результатов, о которых говорили сегодня? Ну, прежде всего, конечно, я хочу пожелать жителям города, горожанам, прежде всего, конечно, благополучия, спокойствия, но не останавливаться на достигнутом. Я знаю, что у вас сейчас очень много инициатив. Вот я, в частности, вижу, строится очень много современных комплексов, очень много новых зданий. Построены даже углеродные нейтральные, насколько я знаю, здания, один из торговых домов. Вот. Это все хорошо. И в этом плане желаю, чтобы город не останавливался на достигнутом. Нужно идти дальше, несмотря на то, что, может быть, порой это кажется, а зачем? Зачем заниматься энергосбережением, зачем заниматься этим? Ну, чего-то там достигли, уже окей, на этом остановимся. Спасибо, Александр. Спасибо за интересный диалог, за интересные искренние ответы. Вот. И мы с тобой обязательно еще встретимся, я надеюсь. Спасибо, мне было приятно с вами общаться и желаю всего хорошего вам. Всего доброго. Ну, нет, ну, вопрос у вас каверзный, конечно же. Не каверзный. Они, обратите внимание, может, неожиданно? Ну, нет. Нет желания походить. Неожиданно, да. Спасибо. Добрый, добрый. А как передача? Синтонист. А, да, вы смеете. Да, вы смеете. Спасибо. 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 Спасибо.